не нормально все нормально где тут у нас о добрый день ждем всех ждем рада видеть рада очень ну мы тут с моей иришенька владимировны начинаем сейчас показывать вам нашу модель вернее ее данные ультразвуковые что мы получили повторюсь для тех кто с нами сегодня впервые для тех кто вдруг забыл значит пациентка проживает она у нас в якутске ей 32 года у нее имеется аномалия развития половых органов то есть отсутствует правый яичник левая маточная труба представлена в виде рудимента у нее единственный левый яичник у него было три протокола в санкт-петербурге все три в санкт-петербурге в разных клиниках два в одной клинике да и один другой два протокола были восемнадцатом году добрый вечер один протокол в девятнадцатом году и вот она у нас мы идем по квоте которая получила у себя и на сегодняшний день мы имеем 11 день цикла 11 день цикла пациентка протокол с антагонистами мы с ней начали стимуляцию со второго дня менструального цикла сегодня повторюсь 11 день то есть 10 день стимуляции ну и смотрите какие тут у нас новости и поехали мои дорогие ну задавайте вопросы и сейчас будет прям сразу же озвучивать ириночка владимировна я вам буду отвечать сегодня уделю вам побольше внимания все уже отпустила всех вот осталось только моя дорогая пациентка и решила владимировна будьте так добры пожалуйста и буквально секунду-минуту да так вот прям можно вот вот все отмахать да все машем да 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 только суда вот так вот так ровненько вот так чтобы да поближе чтобы было видно сейчас 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 там если будут вопросы то задавайте вопросы не стесняйтесь мои дорогие сегодня я вся ваша ну и что же мы сегодня видим можно вот так вот посмотрите какой красивый эндометрии во первых у пациентки мы уже его померили он на сегодняшний день составляет 10,8 вы уже все ультразвукологи как я говорю своим пациентам вот ну и мои подписчицы теперь уже все умные грамотные чтобы было понятно интересно а вот мы видим то есть эндометрия у нас уже такой перри овуляторный то есть он начинает трансформироваться начинает исчезать вот это среднее смыкание листков полоса вот видите уже да здесь дело готовится к тому чтобы перейти в другую фазу вот так что мы видим вот такой прекраснейший эндометрий ну что там вопросы то пишите пишите не стесняйтесь вопросы мои дорогие правого яичника нет покажу вот да то есть сейчас я проекции где должны определяться правые придатки мы видим что здесь ничего нет и вот он наш единственный дорогой левый яичник и мы видим что здесь обращаю ваше внимание на сегодняшний день 9 фолликулов антральных посмотрите какие они все красивые все ровные все одинакового диаметра я уже просто померила сейчас мы показываем вам а вот на сегодняшний день фолликул у нас составляют от 18 до 19 миллиметров и хочу вам сообщить что в понедельник у нас будет пункция 14 числа после пункции если будет интересно могу могу показать как будет выглядеть яичник озвучить какое количество яйцеклеток мы получим да вот про качество яйцеклеток хорошо видно про качество яйцеклеток будет чуть позже известно еще раз кто не знает как выглядит вот это черненькие как некоторые говорят да что за дырочки это не дырочки тут фолликулы посмотрите вот они они вот они какие красавцы всю душу уложила я в свою эту пациентку но вообще как всегда во всех душу вкладываю тут прям вот как-то у нас так вот с ней все красиво получилось а мы обе довольны результатами теперь только результаты будем ждать от наших любимых эмбриологов а вот кто с нами будет работать может быть наша валерия валерьевна может быть другой эмбриолог то есть это будет известно в день функции так что всем все хорошо видно вопросы пишите или не пишите иришечка владимир что у нас там есть что-то пока всем все понятно вот я же говорю все все понимают и все все знают ну посмотрите красиво правда то есть еще раз вот такая вот действительно божественная красота как говорится сделано с любовью да она лежит у меня отчасти плачет вот я отрос икси будет хороший вопрос да возможно не свечен такой вариант хотя по показателям спермограммы там все хорошо то есть мы посмотрим какое количество клеток мы получим какие они будут для себя эти клеточки что они будут внешне вы как выглядеть верни внешне и отсюда будет уже тогда понятно возможно даже может быть и не исключен факт того что проведем и это напомните пожалуйста там были программы эко или икси делали в питере третий икси а первые два эко были да тут еще вопрос еще вопрос давай только в предыдущих протоколах было получено фолликулов значит отвечу что в девятнадцатом сейчас я вот выйду для секунды пожалуйста мои солнышки вы пишите вопросы сейчас будем потихонечку сейчас сейчас вот так на себя секунду потом поставьте и так добрый 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 кто не видел еще раз поздороваюсь можно одеваться протокол давайте значит про восемнадцатый год какое количество включите пожалуйста свет спасибо огромное восемнадцатый год сейчас нам ответит пациентка ну смысле я у нее спрошу она нам ответит девятнадцатом году нее было гиперстимуляция гиперстимуляция переноса не было по моему да был перенос до перенос говорят был проходите проходите а восемнадцатом году сколько было ну хотя бы примерно сейчас пока ищет да то есть ну там нормально было получено у нее единственная проблема у них пятым суткам нет хороших эмбрионов то есть для переноса ничего они останавливаются все в развитии мы с ней поменяли протокол в корне потому что так как пациентка была у меня в конце октября они приехали потом они вот тут вот решили изучить нашу сибирь прекрасную уехали да поэтому на тот момент естественно мы с протоколом хорошо ознакомились вот про количество конечно извиняюсь не готова сейчас отвечу знаю что в девятнадцатом году не было гиперстимуляция так восемнадцатом это девятнадцатый год до девятнадцатый год у нее тут вообще получено 15 было ацитов соответственно естественно фолликулов было получено гораздо больше так про фолликулы не помнишь не да не помнишь вот добрый добрый вечер так 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 в двух словах двух словах сейчас секундочку а к сожалению да тут информации то у нее нет у нее только протокола информации нет поэтому мы вам не сможем ответить вот но что там к пятым суткам примерно было не помните 5 эмбрионов вернее говорит что 5 эмбрионов якобы было в восемнадцатом году да то есть они были не очень хорошо качество да насколько это досмотрела помню то есть эмбрионы были которые получены у пациентки они были перенесены не будем о прошлом да действительно давайте о настоящем самое главное о настоящем и о будущем вот и так значит в понедельник 14 числа мы будем делать проводить пункцию пункцию ну помашите будет интересно показать посмотреть как выглядит яичник после пункции я считаю что очень интересно правда да вот то скорее всего это будет наверно где-то эфир в два начала третьего может быть половина третьего напишу заранее так что следите смотрите вот ну как то вот мы идем на таком вообще ох оптимизме вот говорит что очень сильно разнится протоколы ведения интересно мне тоже будет интересно как было что было да сейчас все по-другому правильно она машет говорит да вот так что задавайте вопросы если интересно на чем мы шли на каких препаратах могу ответить а вот если нет оставим загадкой для всех так что что еще какие есть вопросы спрашиваете да ответьте пожалуйста эндометрий 8 и 8 8 8 8 для чего все получится танянулся с тобой да говорит да пожимаем друг другу руки вот я прям готова вам отвечать отвечает так что задавайте не стесняйтесь еще что есть какие вопросы у вас эндометрий 8 8 но смотря на что эндометрии удачи пациентки пусть случится предновогодние чудо да а вы знаете кстати я вам хочу сказать я вот уже всем это говорю и мы с валерией валерьевна это наш эмбриола кто вдруг не знает ее да мы прям заметили что есть такая наверное даже теперь традиция примета что перед моим отпуском все пациентки бремени прям серьезно говорю вот я желаю искренне прям очень хочу прям очень хочу я специально показываю этот случай да что далеко не простой этот случай каким препаратами стимулировали вопрос задан нам у нас очень достойные препараты нашей клиники кто не знает я работаю в центре новых медицинских технологий в академгородке это город новосибирск мы единственная клиника которая имеет такой очень богатый арсенал препаратов вот мы с пациенткой шли на перговерисе перговерисе вот небольшие совсем минимальные дозы добавляли ганала ганала вот и антагонист у нас был цитратит круглый год беременю спасибо огромное поэтому если есть какие-то собственные вопросы задавайте всегда отвечу один раз вот скажу нет в двадцать первом году пойду несколько раз обычно я хожу три раза в год две недели это новогодние праздники а потом на каникулы весенние потому что у меня ребятишки идут ну раньше ходили сейчас не знаю как будет завтра приду на перенос как раз хочу перед отпуском отлично так и будет вот и в ноябре сейчас не знаю как будет обстоять вернее в двадцать первом году моя картина с отпуском но 31 декабря по 18 января я ухожу в отпуск это святое следующий отпуск возможно это будет март один одну неделю и еще тут хорошую благую весть мне принесла моя заведующая что у меня там еще месяц практически не отгуленного отпуска вот за все года так что можно сказать можно ходить в отпуск каждый месяц такая примета да 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 здравствуйте кому не ответила ватсапе всем сейчас отвечу сегодня мы тут трудились только вот только закончили приемы закончили работу в операционной поэтому будем надеяться верить в лучшее но и в понедельник обязательно все покажу деренат в полость матки вы используете если эффект раньше я его использовала эффект ну тут кому как вы его можно ставить и внутримышечно тоже работает очень хорошо вот не попадем тоже забеременела вот пациентка пишет даже просто зайдя к вам тоже забеременела очень хорошо здесь очень хорошая витает у нас атмосфера очень хорошая аура ну и не бойтесь сейчас время позволяет и спешить некуда куда и тут она не дома да правда уже все изучила всем весь наш новосибирск хочу что показать я хочу показать и сказать огромное спасибо сегодня приехал вот такой вот сюрприз вот такая красота посмотрите какая прелесть с новым годом хочу сказать огромное огромное спасибо настюша сонечки исполнился ровно месяца вот так сонюшка передает вот такую неземную красоту посмотрите боже мой просто завораживает так страшно люблю новый год вы даже не представляете эндометр для переноса 8 и 8 но смотря какой он если он у вас бывает и на 5 миллиметров беременность наступает а бывает на 15 не наступает если он соответствует своей фазе то конечно можно делать перенос вот настюша спасибо тебе огромное и поздравительно открытка вот здесь вот такая вот вот такая вот тут написано что мы сонюшку сейчас я можно вот поздравлю пользуюсь такой возможности чтобы все сонечку нашу тоже хорошая примета видимо дам поздравили ей месяц и 5 февраля 2020 до а 4 ноября а 5 февраля верни была у нас программа а 4 ноября у нас родилась солнечка поэтому спасибо огромное спасибо огромное так эмбриологу не рад так с эмбриологами работали вроде он помогает еще раз с эмбриологом не работали не поняла вопрос с эмбриологом или эмбрио blue вы про гель имеете ввиду я в этот гель вообще не верю честно я когда однажды побывав на конгрессе в так я была 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 в абу нет не в абу-даби в дубае в дубае это был наверное восемнадцатый или семнадцатый год я там задала вопрос по поводу эмбрио blue используют ли наши коллеги европейские да то есть этот гель нет никто не использует так что он никак не улучшает я вам честно могу сказать можете ну я не использую наша клиника его тоже не использует никак он не помогает при оживлении эмбриона поверьте им точно могу сказать так ну что есть еще вопросы пишите задавайте хочу ответить вам на них если они у вас есть вот всем передать большой пламенный привет сегодня пятница вечер мы заканчиваем рабочий день вот на смс буду отвечать который ватсапе сразу скажу пока есть возможность 19 числа я работать не буду я теперь решила для себя что нужно сокращать чуть-чуть прием потому что действительно тяжеловато поэтому буду работать через субботу в декабре я буду вот двенадцатого по субботу принимать далее буду двадцать шестого принимать и с января у меня будут суп через субботу график пойдет то есть выхожу я девятнадцатого там по 26 что ли получается двадцать третьего я работаю тридцатого скорее всего наверное отдыхаю посмотрю если что будет все написано ой извините тут я не вижу вам можно записаться на январь в январе но я девятнадцатого хожу можно позвонить в центр как настроение у меня вообще боевое спасибо огромное что я лучше да спасибо так сейчас хочу к вам приехать город иркутск приезжайте у нас с иркутска очень большое количество людей у нас и с якутии большое с севера камчатка мне сейчас на стимуляции находится и еще своим другим пациентам с петропавловск-камчатского передаю большой привет вот хороших выходных спасибо огромное спасибо огромное сколько стоит у вас прием есть телефон нашего колл-центра триста шестьдесят три ноль сто восемьдесят три можно позвонить узнать записаться нас две попова чтобы не перепутали меня зовут попова жанна юрьевна вот все кто думает еще быстрее детей к так а так спасибо за доверие сейчас можно даже обещала мы вас очень любим я вас тоже очень люблю и вас верю у вас днк фрагментацию больше не делают пока у нас клинике днк фрагментацию да не проводят вот пока нет реактивов сколько будет отсутствовать проведение этого теста и по времени я не знаю честно это лучше информацию получить может быть в колл-центре что не берете 15 хотела к вам попасть хотела к вам попасть можете сказать про доктора вот так пожалуйста повторите телефон триста шестьдесят три ноль сто восемьдесят три это телефон нашего центра а зачем она вас атакует а вы задайте вопрос зачем она атакует я не могу сказать не могу сказать ли нужно вот поэтому спасибо всем огромное что вы сейчас нашли время уделили его нам я считаю что такие эфиры они очень интересны правда по крайней мере вы будете знать как что должно в норме выглядеть где есть какие-то изъяны недочеты вот можно напрямую пообщаться задать вопросы вот и тут у меня все хорошо сейчас вот спасибо огромное спасибо всех была рада видеть вижу тут люди уже кто-то после даже переноса не отвечает не отвечает в каком плане ладно хорошо приятного отпуска отдохните как следует да действительно но все всех целую люблю как всегда говорю всегда ваша выживаю целую мои солнышки удачи удачи ждите новостей в понедельник сейчас про секунду про уролога здесь что-то очень интересное вам придется спермограммы уролог организации начал приходите спермограммы дальше мы уже разберемся не переживайте все удачного дня вечера вернее да удачных выходных целую мои дорогие целую